Родилась Валентина Гуревич, тогда еще Самойлова, в 1940 году в Карелии. И сразу отца военного с семьей перевели в Ленинград. Вскоре началась блокада. Голод, холод, постоянные артиллерийские обстрелы и бомбардировки, лишения, страх и ужас. Я, конечно, вот не помню этого. Просто и мама говорила, что делали тряпочную соску. И таким образом меня спасли. Вот это так меня кормили. Я потом все смехом говорю, ну поэтому я и не выросла. Вот. Весь ужас, который пережили жители Ленинграда, ну никоим образом вот это нельзя забывать. В 1942-м родителям Валентины Васильевны позволили выехать на родину в Воронежскую область. Их ожидали 30 километров опасного льда Ладожского озера под обстрелом немецкой авиации. Почему-то у отца была лошадь с телегой. И он сделал какую-то теплушку, вот такую тепленую, потому что мама должна была родить, а мне было два года. И вот на этой лошади, вот в этой кибетке мы переехали через Ладожское озеро. Отец рассказывал, что мальчик маленький на санках вез сестру всю закутанную, он закутанный. Он говорит, до сих пор перед глазами у меня стоят глаза этого ребенка, который вез вот этот маленький мальчик. То есть, видимо, все уже погибли. Выбирать люди все, как могли. В 2020-м Валентина Васильевна отметила сразу два юбилея – свое 80-летие и 50 лет работы в родном училище культуры. Отличное самочувствие поддерживает ежедневной зарядкой и скандинавской ходьбой. Всю жизнь она проводит на сцене. Ее удивительное серебряное сопрано знают и ценят не только в Забайкалье. 20 лет под ее руководством работал ансамбль духовной музыки. Сейчас Валентина Гуревич продолжает работать со студентами, ставит им голос, учит дирижированию и передает свой богатейший жизненный опыт. Считает, что главное – это сохранить в памяти людей великий пример стойкости, силы и веры жителей Ленинграда. Поздравить с 77-й годовщиной снятия блокады сегодня пришли сотрудники Министерства труда и социальной защиты населения. Здравствуйте, Валентина Васильевна. Здравствуйте, Валентина. Ой, вы здравствуйте. Я думаю, это просто настолько неожиданно, спасибо, что вы пришли, но правда для меня это неожиданно. От своего личного имени и от имени Министерства труда и социальной защиты хотим вам пожелать здоровья прежде всего. И оставаться такой же активной, позитивной, жизнерадостной. И свой накопленный опыт, как жизненный, так и профессиональный, передавать своим коллегам, студентам и вообще людям у вас окружающих. Спасибо. И так, внимание, вот у нас строится. Ну, такая красота, это вообще даже в высоте, она необыкновенная киевоза. Поздравлением присоединяются Вера Садулина, Владимир Дементьев и весь коллектив РТК «За Байкалье». Солмашеньки меня с розами, пожалуйста, посмотрите, какая красота.